На понедельник, 2 декабря, исполняющий обязанности главы администрации Зугресса запланировал встречу-отчет с жителями поселка Водобуда. Погода в этот день, можно сказать, благоприятствовала сходу граждан. Не то, что сегодня. В солнечный, погожий и относительно теплый понедельник, когда на календаре уже был декабрь, но осень словно задержалась на пару дней, десяток жителей небольшого поселка Водобуда собрались у местного магазинчика. Две недели назад на этом же самом месте они рассказывали о насущных проблемах своего населенного пункта главе администрации Харциско. Виктория Жукова тут же дала поручение мэру Зугресса проработать все озвученные вопросы и отчитаться перед жителями Водобуда. 2 декабря Николай Паяус выполнил поручение. Одна из проблем – мусор, который централизованно здесь не собирается и отсюда не вывозится. В данный момент разработан тариф по вывозу мусора. Предлагается два варианта – либо вывозить мусор грузовой машиной из каждого двора, либо установить контейнерные площадки. Забрать мусор возле каждого двора зимой будет невозможно. Улицы здесь чистятся в основном вручную, но не везде и не всегда, тут же уточнили жители Водобуда. В воскресенье 8 декабря работникам Зугрессского предприятия предстоит обойти все дома и выяснить, сколько человек готовы платить за вывоз ТБО с контейнерных площадок. По тарифу 13 рублей 99 копеек с человека в месяц. Главное, чтобы жильцы были поселка готовы на заключение договоров и, соответственно, оплачивать эту услугу. Тариф, который рассчитывался для обслуживания города Зугресса, он не включал в себя такие дальние поездки. Но мы понимаем положение людей, поэтому мы будем входить в их ситуацию. И, в принципе, пока мы будем возить по тарифу, который стоит у нас в городе. Но, конечно, на перспективу мы понимаем, что для предприятия это очень пагубно скажется. Все-таки мы будем пытаться сформировать тариф конкретно под этот поселок и пытаться волосовать его в РСТ. Если проблему с вывозом мусора можно решить уже в этом году, то с освещением улицы Водобуда все не так просто. Причина в том, что данного наружного освещения на балансе города никогда не было. Ранее поселок обслуживал город Шахтерск. И уже значительное время наружного освещения здесь нет. Но администрация закладывает план экономического развития на следующий год. Восновление здесь линии наружного освещения. Будем просить финансирование на выполнение проекта для данных видов работ. Это из тех вариантов, которые можно прорабатывать. С общественным транспортом в Водобуде дела обстоят немногим лучше, чем с освещением. Остановку по требованию на трассе водители междугородних автобусов зачастую игнорируют. Было проведено совещание с перевозчиками, которые обслуживают данный участок дороги. В принципе, понимание есть о том, что остановка по требованию там должна быть. Единственный момент, что транзитные автобусы, которые идут не через Харцизк, они по-прежнему еще пока там не останавливаются. Но харцизские перевозчики уже готовы обслуживать остановку на этом маршруте. Также проведена беседа с перевозчиками по поводу того, что в выходной день, в воскресенье, у нас будет заезжать сюда автобус два раза в день. Для того, чтобы люди могли выехать на рынок и, соответственно, вернуться обратно в поселок. Автобус, заезжающий в поселок в воскресенье, это очень хорошо. Тут же отреагировали жители Водобуда. И тут же уточнили – единственная поселковая остановка находится в аварийном состоянии. Сразу после схода граждан Николай Паяус предварительно оценил объем работ. Действительно, железобетонные плиты разрушились и требуют замены. Соответственно, необходимо найти материал и технику, определиться с исполнителем работ и обеспечить их финансирование. Похоже, что ремонт остановки придется отложить на следующий год.